Грандиозное путешествие через всю Россию в Крым. Уже в августе многие из этих машин отправятся в большой автопробег. Команда телевизионщиков вместе с жителями края проедет 7 тысяч километров и увидит своими глазами места боевой славы. А ты готовишься к самому авантюрному путешествию года с телеканалом Енисей. 22 дня и около 30 российских городов. Такое путешествие наш телеканал организует впервые. Мы возложим венки к памятникам в местах, в которых воевали наши земляки, посетим и крупнейшие заводы страны и своими глазами увидим множество достопримечательностей. Обо всем этом, конечно, будем рассказывать в эфире. Наша задача посетить прежде всего города боевой славы. На пути у нас будет два крупных города, которые хранят историю нашей Великой Победы. Это Севастополь и Волгоград. Это, конечно же, дорожная романтика. Это безумные красивые ландшафты, достопримечательности природные. Например, Меловые скалы в Хвалынске очень красивые. Это, безусловно, Крым. К офису телекомпании съезжаются экипажи путешественников. Обсудить детали приехали несколько десятков красноярцев. Организаторы рассказывают, автопробег стартует из краевого центра 16 августа. Через всю страну участники поедут на собственных машинах. Впрочем, многие из них уже имеют солидный опыт. Вот этот железный конь преодолел уже 15 тысяч километров по Средней Азии, по Красноярскому краю, по северу Красноярского края. Я думаю, он нас не подведет. Юрий говорит, в последний раз в Крыму он был чуть ли не 20 лет назад. С тех пор много воды утекло. Тем более интересно посмотреть, как живет полуостров после объединения с Россией. Крым для меня имеет особое, конечно, значение. И не только личное, но и общественное. Потому что, действительно, это и город, и территория воинской славы, и территория русской истории. То есть, очень важный регион, который хотелось бы посмотреть снова. В автопробег, возможно, отправится и известный писатель Михаил Тарковский. Мне бы, знаете, чего хотелось бы? Как-то в этом всем мероприятии усилить сторону общения сибиряков с жителями тех городов, которые пробег будут посещать. Особенно, конечно, Крыму. Вот какое-то такое объединяющее начало, чтобы оно стало все-таки главной целью этого похода, а не просто поездка веселая за впечатлением. Путешествие продлится 22 дня, до 6 сентября. Конечная точка нашего автопробега – крымский город Феодосия. Полный отчет о приключениях сибиряков можно будет посмотреть на нашем телеканале. Мы будем снимать дорожное кино. Это же путешествие. То есть, я абсолютно уверен, что те люди, которые отправятся в автопробег, они получат максимум эмоций. Возможно, самых разных эмоций, но я абсолютно уверен, что вот это путешествие они запомнят навсегда. Кстати, присоединиться к нашему автопробегу еще можно. Если вы хотите отправиться в одну из самых ярких поездок в вашей жизни, звоните нам по телефону 282-9175. И следите за новостями и в эфире, и в группах телеканала «Инисей» в соцсетях. Ольга Тишинина, Александр Ермошенко. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова